Ворот Арсенала Поднимает правую руку вверх, делает подачу, голкипер кулаками мяч выносит, отдает его, возвращает Иванову Прием, может попытается сам пройти в этом эпизоде, долго ждет, пока кто-то откроется из партнеров Открывается Лебедев, вот отмечаем их, такую, наверное, прямую коммуникацию на футбольном поле Арсенал выходит из обороны, выходит через пасы качественно на свободное пространство Здесь есть где пробежаться под Ско, он делает классный прострел и ой-ой-ой-ой-ой Вот такая вот атака, вот такой вот быстрый выход Она при всем уважении к сопернику, надо это сказать и заметить Как бы на платформе футбольного клуба Крумкачи мы не переживали за результат в пользу хозяев Но все было сделано идеально, как по полочкам Филипп Иванов принял мяч, отыгрался на Левковца, тот нашел Лебедева Лебедев двигает мяч, можно сыграть налево или убрать под правую, уйти на ударную позицию Нет, отдает на Левковца, тому можно тоже было пробить, но играют дальше Идет прострел штрафную, прострел от Шибуна, никто его только не замыкает Опять же Иванов И хороший пас на Искевича, и здесь нужно реализовывать этот момент, забивать Но голкиперу мы говорим браво Данила Сокол вовремя выдвинулся, выставил руки Какая же передача Ну вот тут мы, кстати, получили подтверждение нашим словам о том, как играют два этих футболиста Филипп Иванов, мяч в ногах, левая нога, рабочая, мы это знаем А нет, замена произошла Ну мы опять же ожидали эту замену Ожидали, что все-таки Дмитрия Лебедева на второй тайм уже на поле не отправят Правда, допускали разные варианты Там стена, такое пока что ощущение Достаточно много игроков Арсенала Но практически все, за исключением Осипенко, опустились А это потрясающий выстрел Филиппа Иванова с дальней дистанции И мяч попадает в штангу Но летит не ворота, а мимо Калятка В касание сыграл Филипп Иванов Продвигают вороны мяч вперед Снова доводит его до коридорного Удар поворотом Будет ли подача? Хорошая передача идет Но тоже неплохая Отыгрывает Верас под удар Ну очень сложно было там пробить Абсолютно у всех И Фастовец сейчас сразу должен вступить В игру, в борьбу На него мяч, по крайней мере, летел Но Арсенал продолжает атаковать Мяч издали Удар Мяч пущенный издали Это было опасно для Калтыгина Справились и с этой атакой Кромкоч Филипп Иванов Филипп Иванов Пяткой здорово Левковец, но простреливать нужно Идет подача верховая И до удара дело все-таки не доходит И еще один момент у Кромкоч Загублен Филипп Иванов И отдает классную передачу Юрьев должен успевать к этому мячу Убирает его от голкипера Падает Вот здесь очень большие вопросы Было ли там касание Заделали голкипер Юрьева И стоит ли назначать пенальти Я так понимаю, что сейчас Получит Юрьев желтую карточку за симуляцию Ну а мы будем смотреть на повторе Вот этот эпизод Убирает Вроде бы нога остается В том месте, куда летят Руки Вратаря Арсенала Если коллеги нам этот момент Еще раз повторят Мы будем признательны Для того, чтобы попытаться Рассмотреть Было ли там касание Но Что это не будет назначен пенальти 100% Ясно Просто Здесь бы досмотреть Ты знаешь По крайней мере Мне кажется Это точно не симуляция По тому повтору, который я видел Мы послушаем, конечно, комментарии После финального свистка Олега Делуба Давайте досмотрим этот угловой Идет подача Очень опасно И удар по воротам Смазанный получился Ну, надо мяч выносить Из штрафной площади Чтобы избежать неприятностей И сейчас вот рвануть В эту контратаку Бежит Шибун Ему можно давать передачу Разгоняет Вера Сделает пас на Юрьева Не точный Убежали быстро Но в завершающей стадии Не хватило точной передачи Посмотри, где оказывается Фастовец И удар с левой ноги Голкипер неуверенно действует Но мяч в воротах не оказывается Да, еще раз скажем Фастовец и Шибун Поменялись флангами И посмотрим на еще две замены Крумкачоу Шибуна снимает с игры Уходит Рочев Уходит Шибун Ну, совсем ничего в атаке Не клеится Крумкачоу На протяжении всего матча Какие рокировки Только не делал Олег Дулуп А результат пока что Не меняется Да, есть давление Но оно, наверное, было ожидаемым Но это давление Не приводит к опасным ситуациям Ну, а вот тут Может быть, что-то и получится у Арсенала Корницкий на дальней штанге Отрабатывает назад Иванов Удар поворота Может быть, чересчур поспешное решение Подача Фастовца на дальнюю штангу Верас Не точно Подача следует И выигранный верх И Краснов И удар Какой же удар получается у Краснова Если бы чуточку ниже мяч полетел Было бы еще опаснее Но И при этом ударе Мы видим, что Голкипер Арсенала спасает свою команду И передача Левковца А Ясковича, да? Здесь борьба И вот так вот Краснов разворачивается Бьет За счет своей силы, да? Он выиграл борьбу и расстрелился Мне показалось, что мяч летел, наверное, выше ворот Да? Но, тем не менее Возможно, я и ошибаюсь Возможно, и в створ Спасение Голкипер Арсенала Мы видели Продолжают Крумкачи атаковать Еще одна подача штрафную Там падение Все того же Краснова На которое не обращает внимания Арбитр Указывая лишь на угловой Подача, колядка в центр Штрафной удар Головой Отскоки И прямо в руки Верас Но вот тут уже давление Которое ощущается Прямо через какие-то опасные ситуации Еще раз смотрим Краснов здесь поучаствовал Верас выпрыгивал из-за защитника Но пробил так Чтобы до мяча дотянуться Еще остаются вороны Которые продолжают штурмовать Чужие ворота Перевод от Лихтина Точный перевод Поставец Передача штрафную Но здесь Голкипер Очень четко действует Лихтин вышел В свою запорную зону Очень много игроков Крумкадшоу Штрафной Лихтин бьет Какой шикарный Еще один удар И какой шикарный Шейф Сейф У вратаря Арсенала Здесь опять же Краснов навязывает Борьбу с подбора Под перекладину В исполнении Крумкадшоу В концовке этой встречи А будет ли опасным Этот угловой Это стандарт Сейчас мы увидим Подача следует Но И здесь тоже Мяч пролетает Рядом со штангой Лихтин Верас оказывается справа Калятка пошел Штрафную Верас включает дриблинг Верас Удар по воротам Какой же классный удар Какой же классный удар По исполнению Филипп Иванов Давление продолжается Отбиться Арсеналу Не удается Яскович Лихтин Еще Три с половиной минуты И уже меньше Калятка Яскович Яскович Правая ножка На Филиппа Иванова Иванов Яскович И надо грузить Что и происходит Лихтин Калятка Калятка справа Опытный футболист Что-нибудь сейчас должен придумать Смещение в середину Калятка Мяч под левой Правда И удар по воротам Чуть-чуть мимо Показывает на то Что мяч кого-то задел По пути Но Рефери Хладнокровен И показывает Что нужно водить мяч От ворот И возможно Рефери Нет К сожалению Невозможно Он дает финальный свисток Это значит Что Арсенал Держинский Побеждает Со счетом 1-0 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok